Добрый день, друзья! В этом видео я хочу очень подробно рассказать о своих цветочных кистях. У меня этой информации полно на моем YouTube-канале, но они такие в разрозненных видео, и я бы хотел собрать всю информацию максимально подробно техническую о кистях на примере. Покажу сейчас какой-нибудь этюд с использованием этих кистей. Итак, кисти в наборе шесть штук на данный момент, на данный момент 2022 год. Со временем набор может как-то измениться, но только в лучшую сторону. Итак, сейчас это шесть больших кистей от двадцатого номера, двадцаточка здесь такая, двадцатый номер, два сантиметра в ширине, до шестидесятого, это шесть сантиметров. Кисти достаточно большие, они предназначены для письма достаточно больших этюдов, размеров цветов. Теоретически можно какой-нибудь один цветок и 20 на 30 написать, может даже меньше на холсте, но лучше от 40 на 50 и более, в принципе, до очень больших размеров. Я когда-то целые стены расписывал, цветочные полотна вот этими кистями. Итак, в наборе шесть кистей делаем мы их, а у меня аж три помощника этим занимаются, на базе китайских флейцев, искал многие кисти, нашел именно вот эти китайские. На основе этих флейцев покупаем, обрезаем особым образом, загоняем в станочек специальный обжимной и проклеиваем эпоксидной смолой, после чего другой мастер мне все это обрезает, придает нужную форму кистям. Почему такие сложности? На рынке нет, сколько я не пробовал, нет ничего подобного, чтобы вот взять с коробки и писал. Есть маленькие размеры овальные пишут, но большие уже не пишут, они вот действительно, или они очень жесткие, или они очень мягкие, вот что-то одно. А здесь вот этой проклейкой мы добиваемся именно данной степени упругости для письма маслом, жидким разбавленным маслом. На эти кисти у меня есть даже патенты, аж целых четыре патента, так что эта техника, можно сказать, немножко запатентована даже. Кисти очень нежные, я вот эти использовать не буду, новые, ну может какую-то ее достану. Буду использовать вот эти уже бэушные, так сказать, старые, испытанные. Кисти, надо сказать, очень износостойкие. Если верить продавцу, китайскому продавцу, здесь используется корейская синтетика, но не факт, но тем не менее она очень износостойкая. Даже в рамках очень жестоких мастер-классов, когда ученики, не зная, как им пользоваться, против шерсти все это делают, черновую работу пускают, и то они служат годами. Вот есть кисти, которые, я уверен, что это не меньше года, есть там и три года были кисточки, они уже так немножко подтираются, конечно, но тем не менее очень хорошо держат. Но, единственное, повторюсь, если их не пускать, если их пускать только для тех задач, которые они должны делать, для описания лепестков, для растушевки, вот есть тут кисть, в наборе вот они, что тут есть, 5 овальных от большой до маленькой, а, 4 овальных от большой до маленькой, одна двойная и одна плоская для листьев, не лепестков, а именно листьев, и для растушевки. На примере работы сейчас я постараюсь все это показать. Итак, холст 50 на 70, обычный, беленький, не буду ничего усложнять, даже имприматуры не буду никакой цветной, чтобы максимально просто вам пояснить, как что можно сделать, без текстур, без ничего. Белила, белила густые, я их сразу разбавляю тем же white spirit, без запаха текурилы, вам советую, вот этот, или же скипидар, он же пенен художественный. Для чего нам нужно это разбавление? Чтобы кисть хорошо брала, мягкие кисти брали сразу краску, не пришлось ее домешивать там как-то, чтобы грязи не было. До какой степени разбавлять белила? Не только белила, а еще и вот некоторые краски можно разбавить, которые ходовые, которые густые. Для чего? То есть до какой степени? До степени вот такой вот густой сметаны, точнее жидкой даже сметаны, эту сметану еще будем разбавлять. Вот это уже скорее акварельная живопись. Акварель. По масляному такому тоненькому подмалевку лепестки пишутся акварельно. И вот это очень важно помнить. То есть белила должны быть максимально разные. Какие-то краски, например, лимонка густая, ее можно тоже разбавить. Ходовые краски какие-то, на которых вы будете работать, очень полезно также подразбавить. Во-первых, это к числе. Вот несколько цветов напишу, какую-нибудь простую композицию, сразу отчерчу ее форму. Вот здесь будут цветы, вот здесь не будет у меня цветов. Вот. Так вот, форма цветка. Цветок имеет сразу несколько важных параметров, которые нужно учитывать. Это его ось, центральная линия, его размеры и размеры, очень важно писать размеры не кружком каким-то, а именно сразу вот так вот асимметрично, каким-то раздавленным лопухом, не знаю, не лопухом, кленовым листом, что ли, если это пионы касается. И вот эти свойства, центральная ось, вот эта точка схода, откуда все вырастает, центральная вот эта дырочка, можно сказать, вот где собираются лепестки. Это свойственно не только пионам, но и многим таким многолепестковым цветкам, хризантемам, как бы роза в какой-то мере тоже имеет вот эти вот, ну, конечно, там центральная сева, откуда они вырастают все из одного места лепестки и собираются, у них есть центральная дырочка. Есть цветы более-менее такие, вот как мак, у него нет как бы вот этой дырочки, они раскрыты, то есть, но есть ось и центральная, вот эта центральная точка, откуда все вырастает. У подсолнуха, там вот эта не центральная, там площадка у них большая, и от нее уже растут, как бы, но все равно осевая, и вот этот центр, это всегда сохраняется, у ромашки и так далее, почти у всех цветов схема плюс-минус одинаковая. Так вот, осевая, берем осевую, берем, так, что тут вот, например, в эту сторону какой-нибудь цветок поставлю, тоже вот я мысленно представляю его осевую, его вот эту вот серединку. Так, какой-нибудь еще. Пишем, когда композицию пишем, желательно разного цвета, немножко разного размера, вот пускай на нас немножко смотрит цветок. Вот, и так, ну вот так вот, что-то я набрал. Я вижу в каждом, в каждой этой загогулине свое осевую, вот она осевая, вот здесь сюда пошла, тут куда-то сюда, центральная часть, центральная часть, она, собственно, показывает, куда смотрит цветок. Вот если вот эту центральную часть поставить сюда, цветок будет смотреть на нас, если в центр поставить. Если совсем на край, он отвернется практически в профиль. Вот здесь, вот тут, это две трети примерно, вот если он на этой оси, вот в этой форме центральная часть, центральная часть, то есть, еще раз повторюсь, это то, куда собираются лепестки, вот эта вот область, вот куда они все стремятся, как бы, точнее, откуда они раскрываются, вот эта пустота, вот эта. Так, ну вот, подальше. Берем, вот эта вот область, вот куда они все стремятся, как бы, точнее, откуда они раскрываются, вот эта пустота, вот эта. Так, ну вот, подальше. Берем, теперь нужна обычная щетина. Делаем внутренние подмалевки. Цвета создаем сложные, непростые. Точнее, для тренировки вы можете использовать максимально простые цвета, а еще лучше в два цвета. Белила, например, и там умбру какую-нибудь, или там краплак, если он глаз не выжигает, можно в два цвета пробовать писать. Что у нас в этой подмалевке цветка, а это, собственно, то, чем я занимаюсь, внутренние тени пишу, то, что внутри. Темно где? Вот здесь темно, вот если лепесток туда смотрит, серединка достаточно темная, нижняя часть цветка посветлее, а верхняя часть объема еще светлее, но не очень светлая, чтобы лег потом ряд других оттенков полутеневых лепестков и световых, и бликующих. То есть, вот, смотрите, еще раз, внутренняя тень, вот тут самая темная, вот она, где лепестки, вот смотрите на образце, что там получилось с этого цветка, вот они, где самые темные, вот тут сжатые лепестки, они показывают свою самую глубокую тень. Вот эта серединка, но свет у нас, смотрите, очень важно представлять, откуда свет. Свет падает, я буду писать обычный, рассеянный, холодный свет, это самое простое для обучения, для показа. Вот, свет падает сверху, рассеянный, вот здесь теневая, вот тут теневая, но не очень сильно теневая. Если вот два, допустим, вот этих два одинаковых цветка, вот эта теневая серединка будет более темная, поскольку он обращен к низу, и причем намного более темная, чем вот эта. При прочих равных, и вот эта теневая, вот здесь будет достаточно темно. Это нужно учитывать. Кисточку можно вытирать, эти оттенки тоже пригодятся. Желательно брать немножко разные оттенки, пускай даже розовые, они должны быть немного из разных красок. Не зря у художника в арсенале много красных сразу. Это как раз для этого, чтобы была живопись разнообразная. Белый беру, подмалевок серую краску, стандартно, и лимоночку. Получается грязно такой какой-то зеленоватый цвет. Вот сюда я его... Да, кстати, желтый можно пускать-то и в розовый, они тоже любят более сложные такие оттенки получаются. Вот сюда. Оранжевый. Можно вообще от фонаря брать. Вот эти подмалевки очень любят такое немножко... Не любят быть скучными. Вот не знаю, как это объяснить. Когда ты сделаешь все по правилам, берешь цветок, смотришь на него или фотографию цветка, там как бы вот этих оттенков нет. В живописи должны быть такие странные, как бы немножко нелогичности для живописности. Чтобы не было зрителю скучно. Вот что я сейчас и делаю. Буквально от фонаря беру какие-то. Ну, случайно. Точнее, может быть, не случайно. У меня опыт все-таки в этом есть. Я не беру, например, зеленый. Хотя, почему не зеленый? Зеленый тоже любят. Можно зеленый сюда. Вот. Все это будет видно. Главное, кардинально не делать очень пестро. Тоже не очень хорошо. Вот так как-то... Как-то вот так достаточно сдержанно. Я еще потом все это объединию, покажу как. Так вот, под белым цветом. Берем сверху достаточно светло, верхнюю часть заготовки. К низу темнее. У нас эта заготовка должна сразу иметь объем. Светлое, темное и плюс вот эти две темных сущности. Вот эта вот теневая, самая темная и серединка. Немножко обычно она темнее, она часто или желтит. По-разному. По-разному все это. Так, вот взял зеленый прям смело. Кстати, коричневый очень любят. Краплаки любят коричневый. Вот тоже вот такой сложный цвет получил. Сейчас вот здесь попробую. А именно вот так, слегка. В цвет холодного неба такое, фиолетово-голубое. В цвет света неба, оттенка неба. Итак, вот светлый, если брать цветок. Беру пока что промежуточный цвет. Так, где у нас серая краска? Серая, опять белила, светлее немножко, чем подкладка. Немножко светлее. Вот, и еще разбавляю. Смотрите, я разбавил белила. Я еще и разбавляю эти разбавленные белила еще. Вот эти густые нам для более густых мазочков подойдут. Но пока что нужно промежуточные. Вот такие вот жиденькие. Акварельные. Вот помните это слово. Акварель. Это практически акварель. Так, пробуем, чтобы подходил. Ну, в принципе, подходит. Вот, смотрите, немножко светлее, чем подкладка. Сейчас чуть больше цвета дам. Вот. Как делать мазок? Здесь нам нужно что? Вот на вот этой оси помнить вот эту серединку и вот эту точку. Кисть своей плоской частью должна обращена, быть перпендикулярно вот этой вот области, вот этой точке, этому центру. Вот здесь вот этот товарчик, вот к нему. То есть не вот так ставим, не вот так. Причем всегда, всегда. Это касается и больших кистей, и больших лепестков. Всего. Что бы вы ни делали, вот эта плоская часть всегда должна стоять перпендикулярно вот этому. Не вот так. Именно вот так. Плоская часть смотрит на центр. Не на вот эту область, куда мы ведем, а на центр. Вот много раз повторяюсь, именно потому что это принципиально важно. Вот. Раз. И мы ведем уже вот в эту точку. Мазок. Ну, лепесток ведем. То есть вот здесь вот она вот так стоит. Ставим раз, и пошли со сгибом мысленно вот сюда. Здесь сюда. Вот тут, вот на этой части, уже кисть, если видите, я вот так подворачиваю. То есть она точно так же, вот эта плоскость смотрит перпендикулярно, как бы примагничена сюда. Сюда здесь. Уже тут цвет меняю потемнее немножко. Тут вот так она смотрит точно так же сюда. Цвет не очень подходит, но я сейчас вам теорию объясняю. Потом я это поправлю. Вот так. Здесь вот точно так же. Вот плоская часть сюда. Дальние вот эти. Дальние. Вот перпендикулярно. Раз сюда. Раз сюда. Сюда с отрывом. Вход у нас четкий, выход с отрывом. Это важно, чтобы цвет лепестка, не свет, а лепесток уходил в свою тень. Вот я вот так раз. И он вход четкий, выход куда-то так исчезающий. То есть мы как обжигаемся. Это, кстати, не обязательно делать так быстро, как я. У меня просто привычка. Навык уже разработанный. Можно делать спокойно. То есть взять и вот так тянуть. Сюда, сюда, сюда. Вот. Но как бы вставили и оторвали с отрывом. Вот вход четкий, выход исчезающий. Исчезает в своей тени. Потому что лепесток так и устроен, что он из тени выходит. И кончик его больше светится, чем центральная часть. И тем более, чем часть, которая уходит вглубь. Вот в эти теневые. Вот. Сейчас сюда, сюда. Вот тоже. Вот она, центр. Вот я перпендикулярно держу вот эту кисточку. И вот так вот раз с отрывом. Вход четкий, выход. Это полутени у нас полутеневые, не световые. Не забываем про объем. То есть, что вот эти краски, которые в тень уходят, они будут более темные. Иначе у нас получится свет как бы вот отсюда или вообще ото всех. Вот эти лепестки, они должны очень сильно проигрывать вот этим. Тем более, вот этим, которые к свету повернуты. Пока что на маленькой. Проще писать с хризантем. Они, как ни странно, более понятны. Пишутся они вот только двойной вот этой кистью. Большие кисти не используются. Но ученик понимает вот эту моторику намного проще, когда он пишет, начинает вот с этих кистей. Как только он берет в руки вот эту кисть, что-то происходит. И как бы трудно. Тут уже нужно как бы представлять. Человек как бы теряется на большой кисти. Брать вот эти вот оттенки. Не оттенки, мазки. Достаточно сложный проворот. То криво как-нибудь. То начнет подворачивать кисть. А это важно. Не подворачиваем. Вот я большую кисть. Я еще к этому вернусь, наверное. Вот я перпендикулярно ставлю. Хочу вот сюда лепесток сделать. Вот сюда. Перпендикулярно ставлю. Плоскость у меня смотрит сюда. Веду вот в эту точку с изгибом. Без проворота. То есть ученик, я замечал, все время хочет провернуть. Как-то вот так сделать. И ошибка возникает. Пусть вам напоминает вот эта плоская древка. Плоская, что ее не очень удобно крутить в руках. Ну, небольшая привычка нужна. Что напоминает, что ее крутить не нужно. Мы берем, вставляем и ведем вот в эту область с отрывом. Без проворота. То есть прямо. Кисть вот так не вращается. Она стала вот так. И в этой плоскости идет. Стала вот так, в этой плоскости ведет. Стала вот тут уже вот так перпендикулярно. И вот так. Нам нужно чуть потемнее. Вот так. Вот так. Так, пока все. Это полутени. Вот так я их проложил. Пускай они пока вот так и полежат, подсохнут. Потом будут ждать световых уже. Объект мы делим, напоминаю, это в любой живописи касается. Минимум на два-три составляющих. Внутренняя тень. Вот такие сложные, где много всего. Полутень, свет и блики. Вот как бы бликующие. Но по-хорошему можно и на большее количество делить. Точно так же. Вот в заготовке видно центр. Осевая чувствуется. Перпендикуляр я ставлю сюда. Более-менее. Это не значит, что очень точно должен быть. Он может немножко поплясывать. Но не вот так. Вот так у вас сразу будет ошибка. То есть кардинальная ошибка. Потому что вот как цветок устроен, зачем это? Цветок, лепестки цветка, они вот так открываются. И плюс у них априори вот этот краешек, краешек лепестка, он если его жизнь вот так не развернула каким-то образом, ветром или не знаю, чем-то еще. Он все равно вот этот краешек смотрит перпендикулярно, плюс-минус обращен к центральной своей части. Куда бы он ни отвернулся, вот он раскрывается, но все равно вот эта линия у него остается вот эта вот. Она остается перпендикулярно. Она может немножко там поигрывать как-то там. Особенно у хризонтеи, у этих орхидеи там ее крутят. И поэтому этот принцип лежит в основе написания цветка. То есть мы ставим всегда плоскость кисти, плоскость вот эта вот плоскость, перпендикулярно плюс-минус центральной вот этой центру цветка. Вот. О, кстати, хорошая краска какая-то. Да, на периферийных цветках можно так отдохнуть немножко, вот так как-то все это сделать. По центральной, конечно, нужно стараться. Внутреннюю тень мы не забиваем. То, что мы делали до этого, полчаса назад, внутренняя тень между мазочками должна оставаться, вот этот здесь желтый, я не полностью забиваю его, иначе придется все переделывать, иначе объект станет плоским, как бы, и все придется делать заново, опять доставать эту тень. Перехожу немножко цветом с цветка на цветок. Это не запрещено, поскольку они рядом, они вот так вот пусть общаются между собой цветом. это для живописи, в натуре вы это не увидите, в живописи так и должно быть устроено, чтобы не было скучно зрителю. Работаю, смотрите, если видите, на скорости, не столько для того, чтобы быстро было, а еще, чтобы были случайные недомесы. Вот в этой грязи, грязце, так сказать, если очень внимательно относиться, замешивать цвета, в принципе, для обучения это нормально, но потом, со временем, вот эти недомесы, они дают как бы такую свежесть картине. Легкие, такие небрежные заборы серого. Вот я серенький зацепил, может, он тут не очень легкий, но иногда вот эти артефакты скорости, они очень сильно украшают. Вот тут случайный серый, вот тут хорошо лежит, пока что лежит. Тут, конечно, фон появится, может что-то изменится, но вот это хорошо. Мне, не знаю, как отображение моей камеры старенькой, как она, на взгляд, очень неплохо. Так, к низу, да, не забываем зеленый. К низу у нас еще будет зелень, поэтому зеленый должен быть в качестве рефлексов, в цветах также. Но теплый зеленый, не холодно-зеленый рефлексы. Нижние, они, как правило, всегда с теплом. Да, и нижние краски тоже у нас, то есть нижние лепестки вот здесь, вот видите, это тоже, они скорее тепло возьмут, тепло рефлексов. Нижние рефлексы, ну, тоже не хочется весь курс теории в одно видео впихивать. Ну, как бы, не забывайте об этом. Тут должно быть темнее внизу и теплее, чем снаружи, когда ты пишешь холодный свет. Да, размеры лепестков, вот этих вот, они не должны быть длинными. Вот тоже частая ошибка учеников. Длинные, как вот в хризантемах пишут, пишут такие. Они должны быть кое-где, поскольку их много, торчат только кончики. Вот, например, боковой может быть длинный, мы его видим, он ничем не закрыт. Вот здесь каша такая, один прикрывает другой, этот, как чешуя. Следующий. И движения вот эти должны быть достаточно коротенькие. Коротенькие и разнообразные. Где-то он сильнее, длиннее немножко, где-то короче, где-то так, вот большой кистью. Делаем тоже такие максимально большие лепестки, которые... Так, смотрим, куда пойдет этот цвет. Которые вот так. То есть мы пишем не только отвернутые, завернутые, но еще вот тут целый ряд может быть вот таких вот лепестков, которые нам торцом на нас смотрят. вот так. Где-то... Вот здесь, смотрите, вот он тут, понятно будет, вот здесь, вот так. Иногда просто в одно касание, вот раз, коснулся и все, коснулся. Вход также четкий, выход немножко с отрывом. Это берем большой шестеркой, вот этой. У нее даже площадка специально вот такая, не очень округлая, вот нам нужна вот эта плоскость. очень совершенно не нужна кисть, вот абсолютно такая форма какая-то, тогда будет скучная живопись. Нам нужно чуть-чуть такая вот, может быть, где-то заваленность кисти, точнее, немножко неровная. Это вот дает приятный, живописный такой вот, тоже какой-то... Даже вот не знаю, как это описать. То есть не все должно быть совершенно, где-то не очень гладко. Где-то вот, если видели, вот тут видно, немножко замохнатился кончик. Хорошо. Это хорошо. То есть не все должно быть идеально. Эта идеальность, она засушивает живопись. Смотрите, когда пишем большой кистью, большие лепестки, важно брать градиент. То есть вот смотрите, я взял краску одной стороны, а вторая сторона у меня берет белило. И такой достаточно существенный градиент. Здесь темнее видим, так, ну вот видим, темнее, светлее. Обращаем кисть светлой стороны, в данном случае, вот я хочу вот этот лепесток взять, к низу, поскольку нижняя часть этого лепестка будет брать больше света. Так, вот чуть более, более характерно сейчас покажу. Вот видите, вот тут больше, тут меньше света. Вот. То есть на автомате мы берем, он сразу как бы становится с прогибом. Вот тут чуть темнее, чуть светлее. Это такая тонкость, может, для начинающих сложно пока что быть, но большая кисть именно так и должна писать. Двойной кистью это не обязательно делать, ну, точнее, даже, наверное, и не получится ничего. А вот этой большой желательно. Именно вот эту вогнутость, когда показываешь, когда выпуклое, тут особо не нужно, тут можно бликом потом все это показать. Вот этот момент, момент на вогнутых лепестках обязательно, на больших, на больших и на центральных. Периферию, конечно, можно более так это подчиненную, поскольку это подчиненная все-таки у нас периферия, тут можно сильно не прописывать. можно делать ее самому. Так, смотрим. Так, фон простой сделаю, чтобы не усложнять видео. простой какой-нибудь ровный фон. Фон должен быть неравномерный, то есть не просто какой-то фон. Здесь, вот смотрите, я беру индига в разбиле, сюда, 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 флейцем большим аккуратно. Краска разбавленная, у краев, брызги летят. Вот у меня тут все картины в пленочку обернуты, но все равно жалейте свои стены, свои задние поверхности. Тут можно спокойно работать, у краев аккуратненько, потому что очень сильно брызгают щетинки. Должна быть плоская кисть, плоская, не растрепанная, мягкая, плоская кисть, новая желательно, чтобы не было мохнатого края, чтобы можно было вот так, не вдумчиво, а четко обрезать цветок. Часто такое бывает. Что для этого нужно? Приложить кисть на вот эту осевую, нашу осевую цветка, закрыть один глаз и посмотреть. И здесь, и здесь должно быть примерно одинаково. Сюда смотрим тоже, ну плюс-минус, вот я вижу, ну на камеру можно вот так вот вижу, здесь не хватает, чуть-чуть, вот смотрите, вот на камеру я поставлю на осевую цветка, смотрю, вот это ушло больше, здесь не хватает. Тут можно, варианта два, или удавить это, обрезать, или добавить здесь, вот, чтобы он не был слишком, ну это не слишком асимметрия, но бывает такая более сильная асимметрия. Вот тут проверяем, проверяем, тут нормально, вот здесь смотрим, ну тут пока еще нормально. Как правило, большие листья дают асимметрию, человек увлекается, дает какое-нибудь отдельное место, он ушел сюда, а тут нету. и такая вот, разблансить. Вот этот способ обрезки очень полезен чем? Ты можешь заготовку сделать хоть в полтора раза больше, а потом ее взять характер и удавить, ну, сжать цветок, одновременно и характер, придав ему, характер цветку, характер его, и ему формы, и сделать меньше. Вот когда краска нежная, вот как здесь, нежная, ее немного, вот эта розовая, а обрезочная краска, фоновая, сильная, мощная, индиго, с чем-то там, с примесями, легко режется, легко удавливается, я могу полностью сейчас обрезать, сколько мне нужно практически, чуть погуще взять краску и урезать. то есть, не бойтесь, вот если вот так идти, вот приема сначала цветок, потом фон, если фон мощный, то можно больше делать, ну, процентов на 10, например, а потом цветок урезать. Теперь, смотрите, я пустой кистью соединяю вот эти вот краски, на этом или на чуть более позднем этапе полезна вот эта кисть, прямая из набора, она используется для больших листьев и для растушевки, растушевывает она очень нежно, вот эта старая кисть, ну, и то она еще не стерлась абсолютно, хотя нет, немножко вот сожгли, мне кто-то растушевывал, чуть-чуть сожгли кончики, ну, она вполне рабочая, вот она очень нежно растушевывает, если это нужно, что-то растушевать. Она прям буквально следа не оставляет, синтетика очень тонкая, кончики у этой синтетики, они не оставляют, грубо говоря, полосочек за собой, и сама по себе нежная, деликатная, вот, но, смотрите, очень важно не злоупотреблять вот этой растушевкой, это как бы такое дело опасное, иначе можно дорастушевать, до замыливания, периферию, какие-то внутренние, вот где я сейчас трогаю, тут может быть замылены немножко, центральные какие-то части, чуть-чуть, вот как здесь, вот максимум, вот она, все равно, если видите, чувствуются легкие какие-то намеки на мазки, на лепестки, а здесь вот, например, они хорошо лежат, хорошо заметны, то есть аккуратно с этим приемом, прием хороший, он хорошо объединяет, он приятно делает, как бы такую вот, дымку какую-то, но злоупотреблять ни в коем случае нельзя. Так, потом, можно уже на какие-то листья, если зелень, берем тоже отдельно, чтобы не мешалось с этими, с красными нашими красками, вот можно, смотрите, ну не травяную, а, например, индиго с кисью хрома, кроплачка немножко, и вот здесь важно, смотрите, вот эта кисть, очень важный градиент, вот здесь, вот видно на палитре, одна сторона темнее, вторая светлее, в этом разбавителе, в красках, вот пока что, вот так, зеленые разношу, намеки на зеленый, потом по нему еще и листья покрутим, прожилочку вот на центр, ну кроплака какого-нибудь, ставим на ось, то есть не поперек, вот так вот вдоль оси, ставим, раздавливаем, раздавим, можно немножко поволновать, вот так вот, и уводим, если он ушел, пальцем, если форма какая-то тебе не понравилась, по свежей краске, прекрасно, вот так вот можно еще подправить его, и потом доработать, прожилка у меня растеклась, немножко, два раза касался, еще тут прожилка может остаться, так вот еще раз набрал, опять повторюсь, градиентом, если меня устраивает этот цвет, беру какую-нибудь, какую-нибудь прожилку, не обязательно прожилку, ее потом можно потом нарисовать, и куда-нибудь, вот раз, эх, перебор, перебор бывает, вот так, ну потом я поправлю, вот так, еще раз попытка, смотрите, засунуть, так, ну вот тут перебью, вот как-то так, вот, смотрите, и потом дорабатывать, сюда тень нужно проложить, блик, и так далее, вот, и потом немножко, сумбурно говорю, немножко тороплюсь, дорабатываем, слегка можно подождать, чтобы разбавитель выветрился, но если краски немного, ну, не толстый слой, можно и сразу, нам нужно зажечь торец, если торец горит, вот торец, вот он боковой, вот этот торец может зажечься, причем горит он достаточно таким, холодным, вот тут лень работать, место такое, берем сюда, подчищаю, где еще можно, вот сюда куда-нибудь, маленькие, к нижней части, вот сюда, тоже маленькие, к нижней части больше, чтобы понизить смысловой центр, вот тут можно разделить, между собой слившееся что-то, берем троечку или четверку кисточку, вот такую вот, например, размеры, берем теневую сначала, не пускай белый будет, белый как более заметный, и прикрываем световые, тут тоже, если есть центр какой-то, у этого бутончика, ну вот, например, где-то он здесь, то точно так же, перпендикулярно, ставим эту кисточку, плоскость кисти, перпендикулярно к этому центру, можно вот такую купить кисточку, овальную, мне сейчас придется тоже, вот ей покрутить, зеленые, низ, точно так же теневую берем, вот я беру кровяную, краплак, нежнюю часть, и верхнюю, более светлую, более холодную, тут уже беру более холодную краску, вот, опять же, если центр где-то здесь, вокруг нее, то точно так же берем, крутим, не разбавляют дополнительно уже вот эти беремы, пальцем поправляем, пальцем или кисточкой, если что-то промахнули, да, вот у нас, смотрите, свет, ну вот, например, чуть-чуть с левым расположением, рассеянный свет попадает, как на вот эту часть, так и на вот эти, вот которые, которые вот так, топырились, и ловят свет, вот сюда он уже не заходит, сюда не заходит, вот, тоже должны чувствовать вот эту 3D-моделировку цветка, смотреть его, и как бы повторять, цвет должен лежать, то есть, ну, подходить, вот, ну, можно, ну, допустим, я соглашусь, что он лежит, этой же краской, не меняя ничего, касаемся чего-нибудь контрастного, вот на палитре, смотрите, прикасаясь к чему-нибудь контрастному, один раз, можно нарисовать чего-нибудь, ну, вот этим мастихинчиком набить, и опять же, касаемся этого места, и вот так вот делаем проживку, вот мы вот здесь покажу, берем, подбираем цвет, вот он, раз, два, три, касаемся, ну, краплака или там чего-нибудь еще, на палитре, желательно обратной стороной, вот этой стороной я коснулся, вот этой стороной, а рисую, вот этой стороной, вот такие проживки, вот так, вот лежит, вот я взял какой-нибудь цвет, вот, два, три, желтенького чего-нибудь, так, что я тут рисовал, вот тут, вот так, ну, видно, вот такие проживочки, второй, так вот, под такой, по схваченной краске, можно немножко, вот так разделить, буквально, достать теневую подкладку, которая была ранее, вот пустой кистью, можно подобрать цвет, можно вот так, вот слиплись, например, раз, достать теневую, чтобы там, где это слиплось, там это немножко разлиплось, вот эти подвороты, вот если видите, вот так вот заворачивается, если лепесток, теневую ему подбить, более темной краской, вот, например, вот тут коснуться. Просто плоской кистью, более темной краской, не очень холодной. Вот так подбить. И если есть желание, точнее не то, что желание, а... Так, вот кисти все потерялись. Вот тут еще по-хорошему вот этот торец немножко зажечь. У больших лепестков, у крупных. Вот так. Потом часто у пионов бывают вот здесь такие красненькие, не знаю, какие-то лепесточки, листики, лепесточки. Процарапать можно, вот если есть, опять же, если есть возможность, процарапать... Так, вот кистей под рукой нет. Ну ладно, в общем, процарапать какие-то, даже не кистью, а уже черенком, теневые. Ну и так далее. Вот и уже тут перебор по деталям. Перебор. Нужно вовремя остановиться. А, да. Ну и несколько слов по уходу за этими кистями. После работы, если их отмывать, то отмывать нужно очень тщательно, максимально тщательно. Собственно, это касается любых кистей. Их очень легко загубить, любые кисти, тем более такие большие. Или же не домывая, не моем, а консервируем. Я не мою свои кисти вообще все. Вот у меня здесь есть... Как я недавно видео рассказывал, тут целый ящик у меня с этими кистями. Вот тут их полно всяких. Они у меня здесь законсервированы. То есть, после работы в остатках разбавителя я подсолнечное масло пропитываю подсолнечным маслом и кладу в этот ящик. То есть, они законсервированы. Ящик у меня на шпингретиках. Он более-менее герметичный. Зимой я это делаю на балкон отношу. Вот она немножко промасленная. Вот если видите, вот он блестит все. Оттереть ручку, если ручка в масле. Слегка оттереть. Слегка не нужно. Масло подсолнечное прекрасно соединяется с льняным маслом и в работе не мешает. Она тоже высыхает хорошо. Кажется, все основные моменты озвучил о работе вот таким инструментом, специнструментом. Так что на сегодня все. Если что-то важное вспомни, вставлю поверху в это видео. Всего наилучшего. Удачи в творчестве. Счастливо. Продолжение следует...